всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать движок кмс wordpress урок номер 25 мы закончили с вами изучать плагин и вас seo конечно же мы не полностью затронули информацию seo продвижение но то что я уже вам показал рассказал на первых этапах будет очень мощным стартом с точки зрения все оптимизации вашего сайта теперь пришло время поговорить о защите сайта от взлома тоже очень важная тема плагин который мы будем сами использовать я считаю обязательным для любого сайта на wordpress какой бы он ни был интернет-магазин блог сайт рецептов или многое другое порталы этот плагин обязательно необходим плагин очень мощный серьезный и с большими настройками и достаточно будет наверное тяжело разобраться новичку но если вам это будет сделать тяжело просто повторяйте за мной все мои шаги в уроках и у вас будет сайт защищен от практически любого вида взлома но здесь есть один маленький момент перед тем как мы вообще этот плагин даже установим нам нужно подстраховаться и сделать резервную копию нашего сайта и нашей базы данных потому что что касается защиты можно что-то там подкрутить и потом сайт просто может быть недоступным и пока мы это делаем пока рассматриваем настройки на всякий случай лучше подстраховаться если мы что-то испортим мы всегда сможем из бэкапа сайт восстановить даже на локальном хостинге я сейчас вам тоже это покажу как делается на open сервере вообще достаточно наверное будет просто базу данных сделать резервную копию но мы на всякий случай сделаем копию нашего сайта тоже открываете папку на компьютере где у вас лежит open server и так я открыл папку где у меня лежат все домены да то есть это у вас вот сервер open server и domains у меня это сайт wordpress 1 заходим все копируем нажимаю назад и прямо здесь я создам папку backup так и назову открою и вставляем то есть это делается все достаточно быстро так пока у нас делается бэкап самого сайта нам теперь нужно сделать самое важное бэкап база данных к нашему сайту я покажу как это делается у вас в трей свернута open server да вы кликайте по флажку открывается контекстное меню дальше вы наводите дополнительно и вы нажимаете php my admin в браузере открывается php my admin пользователь как обычно root пароль мы не указывали нажимаю вперед у вас возможно будет здесь только одна база данных но у меня здесь много сайтов поэтому здесь вы видите слева много баз данных мы кликаем по нашей базе данных то есть вы должны вспомнить если у вас много здесь баз как называется ваша база данных кликаем по базе данных вот она вся база данных и вот здесь вот наверху такая складочка экспорт нажимаем экспорт здесь мы выбираем обычный самый низ прокручиваем и нажимаем на кнопочку вперед и у нас идет скачка база данных как будто бы мы выкачиваем прямо с реального хостинга вот здесь вот видно у меня влево в углу что произошла закачка база данных я выбираю показать папку на диск c у меня закачалась моя база я отсюда и вырежу и помещу там где я ее не потеряю то есть можно прямо в папку бэкапа сюда и закинуть пускай лежит все резервную копию мы сделали можем смело экспериментировать переходим в админку нашего сайта переходим плагины и добавить новый поле поиска мы пишем с вами название плагина он называется all in one vp security это один из самых лучших плагинов как только поиск нас отобразился мы видим его здесь он тут даже называется all in one vp security и firewall нажимаем установить появляется кнопка активировать нажимаем активировать немного слов о защите ребят когда у вас вот здесь будет подсвечиваться что wordpress обновился старайтесь всегда обновляться сразу потому что как правило первую очередь в обновлении wordpress появляются закрытие всевозможных дыр так называемых через которые обычных хакеры могут проникать на ваш сайт наш плагин лишь поможет точки зрения защиты до подвести наш сайт блок к более защищенному виду то есть на сто процентов защититься вот на сто процентов никто вам такую гарантию не даст ни один плагин ни один разработчик вам такую гарантию дать не сможет потому что все что делает человек по большому счету можно взломать но этот плагин очень сильно усложнит жизнь взломщиком потом как только мы сайт запускаем в интернет не обязательно сайт будет взламывать какой-то человек да это может быть потоковая взлом какой-то программой если наш сайт не защищен если мы используем логин админ для входа в админку то этот логин естественно знают эти все программы они уже знают что ваш логин от входа в админку и им останется лишь подобрать пароль да и потом если ваш сайт взломают то ваш сайт может потом например начать распространять какой-то спам или какая-то реклама посыпется прямо на фронтальную части вашего сайта и много чего может случиться поэтому здесь как бы нужно отнестись очень серьезно давайте посмотрим первые настроечки здесь вот у нас появляется vp security не пугайтесь не тут на самом деле много чего есть да как мы только на вы на него наводим хорошо что он весь переведен на русский язык давайте по нему кликнем здесь очень прикольно все сделано здесь первым что видим индикатор который будет показывать уровень защищенности то есть идеально надо что вот эта стрелка лежала на 500 мы такого делать не будем нам будет достаточно сделать хотя бы до половины чтобы стрелка поднялась это будет уже достаточно также здесь есть диаграмма безопасности вашего сайта вы по ходу дела уже разберетесь что за что отвечает прокручиваем ниже вот эти все моменты которые на час of выключены это все пункты которые здесь нам также попадутся в списке мы поочередно сейчас будем их настраивать также здесь имеется еще и вкладки также поочередно пройдемся и давайте настроим текущий статус самых важных функций давайте сначала разберемся первый логин администратор мы кликаем на кнопочку он включить как я вам и говорил здесь система нам показывает что у нас имя от админ но так как это был тестовый сайт поэтому я не заморачивался этот сайт никогда не будет работать да это сайт создан просто для ведения моих уроков но для наглядности здесь как раз таки вам будет показано вот если мы перейдем с вами ко мне в пользователям здесь видно что я админ если вы также не изменили вы сейчас это измените вместе со мной если у вас логин другой уже то этот пункт вы пропускаете и здесь все на русском написано да на вашем сайте имеется аккаунт в котором в качестве имени пользователя используется слово админ и вот здесь сразу показано новыми пользователей для администратора выберите новое имя пользователя то есть легко можно здесь заменить естественно не используйте русские буквы давайте что-нибудь напишем я напишу федор нажима изменить имя пользователя и нас выбрасывает на страницу авторизации даст предупреждением авторизационная сессия была прекращена так как вы только что изменили ими пользователя админ для продолжения авторизуйтесь снова естественно смотрите с админом мы войти не сможем у нас уже изменилось старайтесь вот эти все данные которые сейчас вы меняете сохранять куда-то в текстовый документ все пароли все логины все важные данные вот от вашего сайта в один отдельный документ и не держите его на компьютере держите его на флешке то есть это тоже важный момент то есть компьютер тоже могут взломать и скоммунизить ваш файл со всеми данными пароль мы пока не меняли пробуем зайти с новым логином войти и так я вошел в браузере сохраняю новый логин у нас здесь сразу теперь показано смотрите список администраторов имя федор также здесь edit user ссылка можно также править значит продолжить да какие-то правки делать и вот здесь нас показан 15 15 и зеленая зона до действий не требуется то есть мы здесь с вами уже начали защищать наш сайт далее на этой же странице здесь есть вкладки отображаемое имя давайте посмотрим кликнем сюда здесь у нас все нормально смотреть это у нас если мы зайдем к нам вот здесь вот отображаемое имя вот если тоже стояла имя логина то лучше поменять здесь на имя имя и фамилия да то есть я выбрал федор василь здесь все правильно ведь у нас горит зелененьким 5 из 5 также здесь показано дальше пароль тоже важный момент прокручиваем чуть ниже и нам система говорит домашний компьютер смог бы примерно за одну секунду сломать ваш пароль представляете чтобы не заморачиваться я вам предлагаю воспользоваться каким-то онлайн генератором паролей их сети много можете забить поисковик то есть вы делаете сложный пароль в данном случае я воспользуюсь вот этим вот генератором пароля где просто ползунком я двигаю ставлю чекбокс и спецсимволы ставлю чекбокс цифры и нажимаю на кнопку генерировать и получается такой серьезный пароль копируем его вставляем вот сюда в это поле на нашем сайте и нажимаем enter и тут же индикатор показывает зеленую зону домашний компьютер смог бы примерно за невероятную дату до сломать ваш пароль в общем очень сложно практически невозможно мы с вами возвращаемся в наш профиль и находим здесь под аватарой новый пароль создать пароль хотя здесь есть как бы свой генератор да вот я ставлю вот такой пароль внизу нажимаю обновить профиль давайте нажмем выход и попробуем зайти с новым паролем войти все у нас пароль применен новый мы с вами находимся на вкладке администраторы мы видим она подсвечивается таким белым цветом мы кликаем на панель управления возвращаемся в исходную как бы страницу сразу видим вот здесь вот индикатор уже чуть больше стал показывать да не на нуле здесь мы видим наш пирог уже какие-то изменения здесь происходят диаграммы до ниже у нас еще блок последний 5 авторизаций видно логин только я пока авторизовался дата авторизации ip авторизации да это очень прикольный блок здесь можно видеть какие пользователи у нас тут авторизовываются то есть если на нашем блоге есть регистрация здесь мы видим логин администратор у нас включено мы переходим дальше блокировка авторизации да давайте кликом на кнопочку посмотрим что здесь такое и давайте настраивать первое значит включите опции блокировки попыток авторизации и здесь на русском идет подсказочка мы ставим эту галочку допускать запрос разблокирования поставьте галочку если хотите позволить пользователям самим создавать автоматическую ссылку на разблокирование своего аккаунта ну здесь уже надо смотреть на ваше усмотрение я не буду ставить эту галочку максимум количество попыток входа вот как раз таки установите значение для максимального количества попыток входа после чего ip адрес будет заблокирован да то есть пытается вводить пароль неправильно три раза на четвертый раз система будет блокировать мы поставим 5 раз также здесь можно поставить ограничение времени на попытке авторизации в минутах ну 5 минут уставляем пять минут период блокирования в минутах то есть на час будет блокироваться и по айпи адресу давно тоже оставляем дальше вводить сообщение об ошибке авторизации но читаем описание на ваше усмотрение Ставим галочку или нет. Я не ставлю. Дальше. Сразу заблокировать неверные пользовательские имена. Поставьте галочку. Если хотите, сразу заблокировать попытки логина с пользовательским именем, которого нет в вашей системе. Вообще крутая вещь. Ну, серьезная такая защита. Не знаю, ошибся, его заблокировали сразу. Человек может и забыть. Думаю, что это очень жестко. Я не буду ставить. Следующее поле, которое у нас не переведено, нам позволяет строку указать имена пользователей, которые не будут блокироваться. То есть имя ваше можно написать, как администратор, логин. Уведомлять по email. И куда можно ввести свой email. Отметьте эту опцию, если вы хотите получать отчет о неудачных попытках авторизации. Сразу говорю, если у вас не какой-то крутой там сайт, где идет очень жесткая статистика, где надо все отслеживать, то лучше не ставьте вообще. Эту галочку. Иначе вам просто забомбят письмами, если очень много у вас пользователей на сайте, потому что очень многие часто из моего опыта не могут войти, забывают логин и начнет вам присылать постоянно вот эта фигня. Поэтому здесь на ваше усмотрение тоже. И дальше у нас здесь еще есть. Отметьте этот чекбокс, если вы хотите пользоваться белым списком избранных IP-адресов ниже. Введите IP-адрес для вашего списка. Перечислить можно белые IP-адреса, то есть которым вы доверяете, чтобы их вообще не блокировали эти IP-шники. И здесь идут примеры. Каждый IP-адрес должен находиться в отдельной строке. Но это не про меня, потому что мой интернет имеет динамический IP-адрес, то есть после каждого выключения и включения интернета автоматически мой IP меняется. И мне абсолютно не имеет смысла свой IP здесь записывать, потому что он все время разный. Только у кого статичный IP, то есть если вы администратор, статичный у вас IP, конечно же вы загоняете в белый список, чтобы на вас система никак не реагировала, не ругалась, если что. Потому что вы администратор, вы владелец сайта. Забыл сказать, что здесь две кнопки сохранить. Выше нажимаем тоже сохранить изменения. Если мы что-то изменили, здесь тоже нажимаем сохранить. 20 из 20. Далее переходим на вкладку «Ошибочные попытки авторизации». Здесь просто будет показан список. Это вот я один раз ввел не тот пароль, и меня сразу система отметила. Дальше. «Автоматическое разлогивание пользователей». Здесь можно указать «Включить авторазлогивание». То есть человека будет автоматически выбрасывать из сессии за заданный промежуток времени разлогивать пользователя через час. Если нужно, ставьте. Я такое ставить не буду. «Журнал активности аккаунта». Ну, тоже своего рода некая статистика. И у нас еще здесь есть активные сессии. Тоже показано, кто сейчас в настоящее время авторизован на сайте. Есть кнопка «Обновить данные», чтобы посмотреть в реальном времени, что здесь, кто на сайте. Кликаем опять в панели управления. Стрелочка поднялась. Еще больше было 20, теперь 40. И здесь тоже пирог у нас меняется. Добавился желтый кусок, так скажем. И две опции у нас настроены. Итак, урок получается достаточно уже длинный. Этот плагин будет разбит на достаточно большую серию уроков. Поэтому на сегодня все. Данный урок закончен. Надеюсь, для вас он был интересен и полезен. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Итак, как получить премиум-тему для WordPress. Премиум-темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум-тему, вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев.ру. Адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню «Вход регистрация». Вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка. «Еще нет учетной записи?» Вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее. Необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум-тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема не интересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту. Прописывайте то же самое. И поставьте вот здесь вот птичку. Капча. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем регистрация. Почти все готово. После обновления страницы, практически сразу, вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек, и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу fedorvasilev.ru уже вот с таким сообщением. Сообщение. Премиум тема. ВП. Значит, WordPress. В подарок. Успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим во входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube. Или почта указана на сайте на моем fedorvasilev.ru Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум тема ВП в подарок и вуаля! Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю! Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку в WordPress и получить премиум тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете Вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете Войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку Управление подписками. Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот Да и нажимаете ниже кнопку Сохранить изменения. С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме, после нажатия на кнопку Сохранить изменения, письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут. Если письмо не пришло, проверьте папку спам. Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период – 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.